Не забрали, а направили тем, кому это действительно нужно. Страсти вокруг федерального закона о мерах соцподдержки не утихают. Некоторые части самарцев по-прежнему требуют вернуть все выплаты льготникам, пусть даже это 100 рублей в месяц. Чтобы помощь действительно стала социальной и справедливой, она не должна быть средним арифметическим на всех, подчеркивает губернатор Николай Меркушкин. Адресный подход. Адресный. Адресный, имеется в виду, у каждого человека Минсоц должен изучить. И определить законодательно по этому плану. И только тем, которые ниже этой планки, оказываются соответствующие в итоге помощи. На заседании общественного совета разрабатывают целый комплекс мер, как изменить и улучшить механизм социальной поддержки. Люди должны получать правдивую информацию об изменениях без искажений. И при этом вы видите, если вот посмотреть, лозунги, которые выставляются в процессе организованного, окравляемого протеста. Не, собственно, даже эти вот потери социальные, а не во втором случае, во втором ушел. Я должен сказать, Николай Иванович, вот здесь время вы на себя ввалили, конечно, тяжелейшее. Тяжелейшее. Но у вас колоссальное доверие народа. Его надо использовать для того, чтобы нам выводить экономику из кризиса, именно тем, чтобы часть доходов перераспределять на развитие. Исполнение федерального закона выведет на чистую воду недобросовестные компании, а также выявит тех, кто действительно нуждается в дополнительных выплатах. По нашей цирке как минимум, минимум 3 миллиарда рублей из них, я грубо скажу, грубо разворвывается. Мы увидим через пару-тройку месяцев, у нас эта цифра вся будет. Почему? Потому что теперь каждая управляющая компания, она должна свою бухгалтерию передавать ей в Министерство соцзащиты. Мы будем видеть, кто заплатил, сколько заплатил. Если в будущем бюджет области позволит, члены общественной палаты предложили правительству и губернской думе расширить меры социальной поддержки. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Продолжение следует...